здравствуйте друзья сегодня мы рассмотрим очень интересный и удобный вариант сборки сервера управления умным домом на базе одноплатного компьютера raspberry pi 4b и универсального решения все в одном argon one m2 с ssd диском на 128 гигабайт я специально сказал решение а не корпус так как argon one включает в себя несколько плат расширения и систему охлаждения по сути кроме него и самого одноплатника больше ничего не нужно кроме источника питания но для удобства далее в обзоре я буду употреблять термин корпус отдельное спасибо всем кто поддерживает развитие моего канала на сервисе patreon без вас не было бы этого обзора все ссылки вы найдете в описании под видео комплект рассмотрены в этом видео состоит из трех составляющих одноплатного компьютера raspberry pi 4b корпуса argon one m2 и ssd диска на 128 гигабайт метак корпус и диск я купил одним комплектом несмотря на то что посылки отправлялись с разных магазинов и разными почтовыми службами приехали не с разницы всего в один день моем случае была выбрана модель raspberry pi 4b с объемом оперативной памяти на 4 гигабайта хотя скажу честно и откровенно 2 гигабайтной версии для развертывания home assistant даже с тяжелыми аддонами хватает с головой что касается корпуса то кроме версии argon one m2 есть версия и без расширения для ssd диска его кстати можно докупить отдельно кроме этого существует музыкальная модель argon nano sound и компактный вариант argon neo а это m2 ssd диск который можно взять в комплекте с корпусом одним лотом мне показалось так будет удобнее всего доступно три варианта комплектации argon one m2 без диска с диском на 128 гигабайт который рассмотрен в обзоре и диском на 512 гигабайт но для моих целей это слишком много как я и сказал argon one m2 это не просто корпус это целый комплекс решающий целый ряд задач и превращающий одноплатник в полноценный и готовы к работе пока и что мне понравилось много внимания уделено именно удобству будущей работы с мини компьютера верхняя часть корпуса занимается охлаждением причем есть вариант активного до чего тут имеется вентилятор и пассивного охлаждения я использую последний кроме этого тут имеется джемпер управляющий режимами питания принимающий инфракрасный диод и порт питания для одноплатника заменяющий штатный соединение с raspberry pi 4b организована через шину gpu которая кстати остается доступной для использования нижняя часть корпуса это плата расширения для установки ssd дисков м2 длиной 30 42 60 и 80 миллиметров с ключами b или b плюс м диски nvme не поддерживаются комплекте имеется плата расширения которая выводит разъем hdmi и три с половиной миллиметра аудио с боковой на заднюю сторону что гораздо удобнее кроме этого штатные микро hdmi порты преобразованы в полноразмерное что дает возможность подключаться к сборке обычным кабелем без переходников комплект крепежа из четырех коротких и четырех длинных винтов термопроводящие наклейки usb и usb соединитель для подключения созда диска к одноплатнику и антискользящие ножки весь процесс сборки и подключения расписан в англоязычной инструкции но знание языка тут не требуется все подробно указано в картинках сборка начинается с платы расширения для звукового и видеоразъема необходимо совместить разъемы на ней и одноплатники после чего аккуратно соединить вместе после этого все разъемы кроме порта питания будут располагаться с одной назовем ее задней стороне hdmi теперь полноразмерно к ним можно подключать стандартные видео кабеля далее крепим термопроводящие наклейки на выступы верхней части ориентированы на наиболее горячие элементы процессор и память удаляем с наклеек защитные пленки я решил использовать пассивный вариант охлаждения для этого нужно отвинтить плату от крышки корпуса с внутренней стороны у нее находится разъем подключения вентилятора тут видно и разъем продолжающий шину gpo кстати через него на одноплатники будет подаваться питание здесь же находится и usb type-c порт заменяющий штатный и располагающийся на той же стороне что и все остальные разъемы я аккуратно соединил кабель питания вентилятора сам вентилятор не трогал теперь внимательно совмещаем шину gpo одноплатника с разъемом платы корпуса и аккуратно соединяем при этом одноплатник с уже подключенным расширением устанавливается на свое штатное место теперь все разъемы штатные usb и lan а также выведенные платами расширения hdmi аудио разъем питания и кнопка включения находятся на одной стороне корпуса настала очередь коротких винтов комплектного крепежа согласно инструкции закрепляем в одной пока точке плату raspberry остальные предназначены для платы расширения тут кстати видно где остался штатный порт питания аккуратно но плотно завинчиваем крепеж и теперь одноплатник хотя и не полностью но уже надежно закрепляется в корпусе теперь установим режим питания их есть два переключаются они при помощи джемпера на плате крышки корпуса по умолчанию установлен режим включения с кнопки мне удобнее использовать режим всегда включена поэтому я переключил джемпер на контакты 2 3 в этом случае одноплатник автоматически включится при подаче питания теперь нужно обновить бутлоадер одноплатник для активации режима загрузки с usb и делать это надо на этом этапе так как при полной сборке необходимо для этой процедуры micro sd разъем будет закрыть корпусом нам понадобится штатная утилита raspberry pi imager ссылка в описании качаем и устанавливаем ее находим рабочую micro sd карту можно и небольшого объема и запускаем прошивальщик нажимаем на кнопку выбора операционной системы и тут ищем раздел разное в нем находится единственный на момент съемки этого видео раздел буклоадер если сравнивать с моим уроком 2021 года по установке home assistant то в этом разделе произошли некоторые изменения теперь тут несколько вариантов бутлоадера в зависимости от того какая загрузка вам нужна я выбрал юсби бут после этого нажимаем на кнопку выбора носителя тут должна определиться подключенная sd карта объем записи небольшой так что размер значения не имеет прошивальщик готов к записи осталось нажать кнопку в рай после этого программа качает из сети и записывает бутлоадер на флешку процесс довольно быстрый но не мгновенный известны случаи когда по какой-то причине запись не осуществлялась соответственно загрузчик не обновлялся записанную карточку устанавливаем в картридер одноплатника подаем питание на этом этапе ничего больше подключать не надо процесс обновления весьма быстрый а его успешном завершении свидетельствует быстро мигающий красный светодиод если он ведет себя как-то по-другому нужно перезаписать либо заменить и записать карту и попробовать снова теперь перейдем к нижней части корпуса тут находится плата для установки m2 ssd диска так что нам понадобится и он на плате имеются четыре винтовых крепления для диска в разной длины сам же крепежный винт уже завинчен в последнем который кстати нам и пригодится снимаем винт и устанавливаем диск в разъем изначально он ставится под углом теперь прижимаем диски закрепляем его к плате расширения при помощи того самого крепежного винта после этого можно записать на диск образ операционной системы удобнее всего использовать для этого usb кабель папа папа ссылку я оставлю в описании но в крайнем случае можно обойтись usb удлинителями комплектным п-образным переходником подключаем диск компьютер и снова запускаем штатный прошивальщик идем выбор операционных систем раздел raspberry pi os другие тут выбираем light версию без десктопа он нам не нужен напомню что процесс установки home assistant supervise показан в моем уроке ссылка в описании вот так определился подключены к плате расширения диск моем случае объем на 128 гигабайт прошивальщик готов к работе нажимаем в write и ждем завершения процесса он может занять некоторое время так как образ качается из сети сама же запись если через usb 3-то довольно быстро образ записан теперь надо отсоединить диск от компьютера и подключить его снова комп увидеть небольшой загрузочный раздел в котором необходимо создать пустой файл с названием ssh без расширения это нужно для включения доступа консоли управления завершаем сборку совмещаем нижнюю часть корпуса с верхней половинкой в этом случае внутри никаких соединений нет все снаружи низ корпуса не участвует в охлаждении поэтому сделан из полупрозрачного темного пластика не выбиваясь из общей цветовой палитры для свободного движения воздуха при работе вентилятора тут имеются специальное отверстие используем оставшиеся четыре винта длинных и свинчиваем обе половинки корпуса вместе тут уже нам пригодится комплектная наклейка с резиновыми ножками устанавливаем их в отведенные для этого места и наконец соединяем плату с установленным ssd диском с нижним usb 3.0 портом одноплатника при помощи комплектной перемычки напомню что в этом случае при использовании usb zigbee стика обязательно будет нужен usb удлинитель аппаратная часть сервера для управления умным домом полностью собрана и готова к установке и использованию если для каких-то целей вам понадобится доступ к gpo шине устройства она находится под съемной крышкой сверху крышка держится на магнитах и пользоваться ей легко при работе на фронтальной части корпуса видна активность светодиодов через полупрозрачный материал корпуса установка супервайзет home assistant описано в моем уроке номер один один самое начало где показано обновление bootloader и запись образа можно пропустить мы это уже сделали далее идем по шагам инструкции что касается температурного режима необходимости в подключении вентилятора я не вижу крышка корпуса отлично с этим справляется пассивного режима полностью хватает лично мне корпус очень понравился решение все в одном отличного качества и при этом внешне выглядит очень круто если бы argon one м2 встретился мне год назад то точно все мои четверки были бы с ним достаточно большая площадь верхней части отлично справляется с охлаждением даже без вентилятора кроме внешнего вида он еще и удобен все разъемы выведены назад и в использовании это гораздо практичнее штатного подключения сбоку и конечно надо отметить полноразмерный hdmi недостатков этого решения не вижу даже на первый взгляд высокая цена если ее разложить по составляющим окажется более чем умеренной на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны акции на товары умного дома вы можете прочитать моем телеграм канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok